Приветствую всех на своем канале. Хочу поделиться такой интересной брошюрой, книжкой, которую откопал в чулане у деда, так сказать. Очень интересная книга. Многие породы описаны, но также многих и нет. Но есть китайская порода гусей, о которых я буду говорить, так как я держу именно данную породу гусей. И думаю, приступим с обложки. Обложка такая, ну, красочная для своего времени, я так сказал бы. И, естественно, изображены холмогорские гуси. Возможно, у кого-то есть подобная брошюра, книга, я не знаю, как ее назвать. Коллекционное издание. Так, начнем с первой страницы. Тут у нас просто содержание гусей. Издательство Москва, 2001 год. Дальше идет информация о происхождении гусей. Я заострять внимание не буду, можете нажать на стоп и посмотреть. Дальше. Здесь уже идет информация о китайских гусях. Тут говорится о том, что гуси произошли у дикого шишковатого гуся. Кстати, много где написано именно об этом. Дикий шишковатый гусь. Если у кого-нибудь есть информация, что это были за гуси дикие шишковатые, потому что я информацию найти о них не смог. Так вот, если у кого-то есть информация, фотографии, или просто какие-либо источники, можете скинуть мне в комментарии. Я с удовольствием посмотрю, почитаю. Дальше тут указывается, что по окраске оперения встречаются две разновидности. Белые и бурые гуси. Ну, естественно, я считаю, что на тот момент издания этой книги у нас в России в принципе не было в чистоте китайской породы гусей. А то, что и называется китайской, большинством своем является кубанские гуси или те же линда. Голова у них большая, длинная. И опять же в описании. Голова большая, длинная. Голова у них очень маленькая и аккуратная. На лбу у основания клюва есть большая шишка. Шея очень длинная, туловище среднего размера. То есть средней длины. И опять же, если у них туловище средней длины, то покажите мне гуся, у кого туловище меньше, чем у них. По мне это так самая миниатюрная порода гусей. Именно потушки по туловищу. Яйцевидное. Приподнятые впереди. Грудь округлая. Хвост плотными перьями. Слегка приподнят кверху. Но тут все так есть, да. Клюв и ноги оранжевого цвета. Но опять же, тут не указывается у кого. У белых, да, они оранжевого. Иногда розового. Но у серых всегда черного. Средняя живая масса гусаков. 4,5-5,5 килограмм. Гусын 4,4,5 килограмм. Гуси этой породы имеют высокую яйценоскость. За год сносят до 80 яиц. Ну, по своему опыту скажу, намного больше 80 яиц они сносят. Они несутся без перестанных круглый год. Через день практически. До того момента, как не сядут на яйца. Средняя масса яйца 150-160 грамм. Тут я уже ничего не скажу, еще не взвешивал. Гусыни почти не насиживают. И опять же, по своему опыту скажу, все гусыни у меня садятся к лету. Вот абсолютно все. И все отлично высиживают. И только с момента высиживания и 3 месяца они не несут яйца. То есть, предел у них яйценоскости только насиживание. До этого они несут и после этого они несут яйца. Птица хорошо использует пастбище. Гуси этой породы можно встретить повсеместно. Опять же, пастбище используют. Но гусей этой породы встретить повсеместно. И это еще 2001 год, извиняюсь. Где вы встречали гусей данной породы такого качества, как, например, сказать в моих роликах? Я думаю, нигде. Но я, по крайней мере, не встречал. Линда, да. Кубанские, которые, да, несут себе китайское начало, да. Но в чистоте китайских гусей я не встречал. О каких птицах говорится здесь, я не знаю. У кого были эти гуси, я тоже не знаю, не встречал. Единственный человек, кого я знаю, это Сергей Затай, который привез птицу. Как мне известно, с Америки и вся птица, которая имеется на данный момент в России, эта птица, именно его линии и вся закровленная моя, в частности, также его линии птица. Может, кто знает, у кого имеется птица китайской породы, не линии Сергея Затая, я попросил бы оставить комментарий, я свяжусь с вами, так как я считаю, вся птица, те крупицы китайской породы, которые имеются в России, я так подозреваю, они все от Сергея Затая, то есть все сильно закровлены. И хотелось бы верить, что кто-то завозил птицу из-за рубежа, у кого-то есть новые крови, поэтому пишите в комментариях, кто что знает, будем производить обмен, будем умножить птицу в нашей стране. К сожалению, яйца у нас, водоплавающие птицы, продавать, поставлять в магазины, запрещено законом, из-за риска сальмонеллы. Но, тем не менее, птица красивая, для себя держать ее можно, и выгода от яиц, я считаю, что несопоставима ни с одной другой породой, так как, несмотря на свои маленькие тушки, несмотря на свой небольшой размер, габариты, так сказать, они едят также мало, но яйца у них сравнительно крупные для своего размера. Поэтому это все-таки выгодная птица для хозяйства, и, дай бог, когда-нибудь в России разрешат поставлять в магазины продуктовые гусиные, и не только гусиные, вообще водоплавающие птицы, яйца. И эта птица, данная порода будет пользоваться большой популярностью, так как я не знаю на данный момент породу гусей, которая будет нестись круглый год, помимо насиживания. Всем спасибо, до новых встреч!